Молодой изобретатель Югры Тимофей Проскуряков один из 60 участников Ханты-Мансийского округа, попавший в финал окружного конкурса. Ученик шестой школы разработал компьютерную игру. Поздравить финалиста приехали представители технопарка высоких технологий из окружной столицы. Надеемся, что еще раз работаешь больше программ и будешь удивлять своих сверстников и дальше пойдешь по своему выбранному пути. Конкурс «Молодой изобретатель Югры» в округе проводится 9 лет. В этом году свои работы представили 130 участников из 16 муниципальных образований. Ребята придумывают различные приборы и механизмы, позволяющие улучшить качество жизни населения. Как отмечают специалисты, ряд разработок члены жюри готовы сразу купить. В этом году интересным было решение, связанное с проблемой сбора урожая и проблемой птиц на огородах. То есть один мальчик разработал такую систему пугала, электронное пугало, которое отпугивало и ворон, и птиц. И один из членов жюри на финале конкурса даже сказал, я бы купил, вот мне вот надо, потому что в этом году поклевали урожай. Тимофей Проскуряков — единственный участник, который создал компьютерную игру. Она чем-то похожа на «Звездные войны» и проста для обучения в начальных классах. Некоторые игры могут развивать и память, и реакцию. А если именно моя, то она развивает и реакцию, и внимание. В научно-техническую и инновационную деятельность учеников шестой школы вовлекают с первого класса. Уже несколько лет в образовательном учреждении работает клуб робототехники и программирования. Начинают с небольших конструкторов, потом переходим на скретч, программируем. Стараемся перейти уже с пятых классов где-то на лего, дальше на ардуинку. То есть от более простого к более сложному программированию. Сегодня Тимофей Проскуряков уже готов подать заявку на следующий год. Четвероклассник начал создавать новую игру. Как отмечают специалисты технопарка, кроме того, что изобретения ребят живут, конкурс нацелен на дальнейшие перспективы, когда учащиеся после окончания школы или университета уже могут дорасти до собственного бизнеса. Не исключено, что такое будущее ожидает и Тимофея. А пока один из спонсоров подарил школьнику полугодовое обучение на образовательной платформе в лицее. Кроме того, Комитет образования и науки Нягани продлил сотрудничество с технопарком высоких технологий на предмет инновационной активности школьников и поддержку проектов. Елена Куксаус, Александр Агеев, Няганский телеканал. Специально для телеканала Югра.